Новости телеканала Панорама ТВ, входящего в медиахолдинг Тверской проспект. В распоряжении журналистов оказались результаты опроса фонда «Общественное мнение», посвященного столетию образования Советского Союза. Оказалось, что аж 80% россиян позитивно вспоминают СССР. Так ответили более полутора тысяч респондентов в 53 субъектах России. Нашу редакцию эта информация заинтересовала, и поэтому мы решили выяснить теперь уже у жителей областной столицы, как они относятся к тому времени, чего было положительного в укладе жизни в СССР, и чего не хватает сейчас, в нынешнее время. И вот, что рассказали тверичане. В нашем опросе приняли участие люди разного возраста. Советскую эпоху назвали хорошим временем в основном представители старшего поколения. Граждане с ностальгией говорили о прежнем жизненном укладе, эмоционально вспоминая о своей молодости. И юные жители областной столицы тоже поделились своим мнением, но в основном опираясь на рассказы своих родственников, заставших период СССР. Люди вспоминают с ностальгией советские времена, потому что, как правило, это молодые годы. В молодые годы все было прекрасно, замечательно. Мы сами были молоды, счастливы, даже просто от того, что мы живем. По рассказам дедушки, бабушки было сложно. Было чуть больше честности среди людей. Со слов родителей, со слов бабушки, для них это было очень хорошим временем. И по рассказам мне бы, наверное, хотелось там побывать, почувствовать эту атмосферу. В целом, говорят, что, наверное, было относительно хорошее время, по крайней мере, относительно 90-х. По тому времени мы получим к этому времени. То, что мы выросли во времена Советского Союза, как-то было лучше и проще, чем в данный момент. При упоминании Советского Союза горожане позитивно вспоминают свое детство, молодость, ассоциируя то время со спокойной и стабильной жизнью. При этом главным достижением советского периода они назвали социальную защищенность. Особенно успехи в сферах здравоохранения, образования. Хотя в оценках полного единства нет. Я в 81-м году закончила медакадемию и поехала по распределению в Коми АССР. Будучи жительницей Твери, мы интерны приехали, нас опекали, нас учили, нас именно готовили к работе самостоятельно. У нас была такая ответственность, что мы приехали на село, мы должны помогать людям. Мы работали на селе, и нас люди благодарили. Сейчас этого нет. Сейчас считается, что врачи, нет, работники, все должны. Менталитет здорово поменялся. Я думаю, что больше было хорошего. По крайней мере, у нас все поступали и учились бесплатно. Нас учили очень высоко квалифицированные специалисты. С ними было вообще очень интересно общаться. Нас учили тому, что мы должны помогать больным бескорыстно и бесплатно. Отдавать всех себя ради своей любимой профессии. В то время было, значит, на троечку медицина. Все было только задние уходы. Это первое. А сейчас, конечно, лучше, но мало внимания человеческого. Мне во все времена всегда все нравится. Я выросла в Казахстане, в Алма-Ата. Много солнца, школа. Я бы в школы, вот не нравится мне, что в школах. Эти решетки, заборы. Но, видимо, уже от времени никуда не уйти. Мы были такие свободные. Спорт всегда был. И сейчас спорт сейчас вообще шикарно. Все, площадки, да? Ну, во все времена был бы мир. А так всегда хорошо, на мой взгляд. Всегда можно найти. А есть люди, которым и так плохо, и хоть бриллианты на голову сыпем, плохо. А есть такие вот, какие я, оптимист. Мы опросили десятки горожан и получили очень много интересных ответов. Однако, подводя итог, можно сказать, что зачастую хорошее впечатление о той или иной эпохе складывается не только благодаря качественной медицине, образованию, но и благодаря простому человеческому отношению, чуткости и вниманию. И здесь уже все зависит от нас самих. Продолжение следует...